В Шемкенте больных коронавирусом нет. С этих слов начал экстренный брифинг исполняющий обязанности руководителя горздрава. Тимирхан Варзилов уверяет, поводов для паники нет. На всякий случай 4000 медработников обучили, как не допустить эпидемии. На усиление профилактических мер городу выделили 181 миллион тенге. Дополнительно из бюджета города выделено вчера 181 миллион. Деньги предназначены для дополнительного будет закупа индивидуальных средств защиты, термотепловизоров, которые будут устанавливаться дополнительно места перехода границ и для покупки капсулы, для перевозки пациентов больных. На сегодняшний день 950 коек у нас дополнительно. 950 коек. Да, по городу. Значит, они находятся на территории инфекционной больницы. Мирин медицинский центр, который находится на территории. И дополнительно Атамикен там тоже. Варзилов уверяет, если у горожан появляются подозрительные симптомы, у них сразу берут анализы на опасный вирус. На сегодняшний день самая достоверная диагностика для выявления коронавируса является ПЦР-диагностика. Да. Она у нас проводится. Она проводится. У нас здесь на месте тест-системы в достаточном количестве. В течение двух-трех дней результаты готовятся сразу же. По официальным данным в Шамкенте 61 человек находится на карантине из-за угрозы коронавируса. Это казахстанцы, прилетевшие из стран, где зарегистрировано большое количество зараженных COVID-19. По словам исполняющего обязанности главного врача Шамкента, все они здоровы. Еще 20 шамкенцев находятся на домашнем карантине. Всего в мире COVID-19 заразились свыше 125 тысяч человек. Умерли больше 4,5 тысяч. Опасные заболевания выявили в 113 странах мира. Всемирная организация здравоохранения назвала происходящее пандемией. Власти Казахстана призывают сохранять спокойствие и доверять лишь проверенной информации. Фото и видео появились в сети накануне, а уже сегодня разлетелись по Казнету. На них пустые полки одного из магазинов Алматы. Оказалось, что в одном случае была перефасовка товара на одной конкретной витрине. Во втором видео снята открытая охлаждаемая витрина, которая временно вышла из строя. Все остальные витрины в обоих филиалах были полны, что авторы видео не могли не заметить. Руководство магазина попросило не сеять панику. В Шымкенте ажиотажа по крайней мере на базарах пока нет. Горожане размеренно ходят между торговыми рядами. Покупают мясо, овощи и фрукты. Говорят, что не видят повода для паники. Ну я не думаю, что надо прям все закупать. Надо предохраняться, просто себя держать. Руки в чистоте. Самое главное. Маски не обязательно носить, только это для больных, насколько я слышала. Ну ажиотаж не нужен, продукты будут все равно первопотребление. Я думаю, что только я сегодня заявил, что будут обязательно продукты первопотребления. Поэтому ажиотаж абсолютно нам не нужен. Не закупайтесь. Так, берут, чтобы покушать и все. Ажиотаж не наблюдаются? Нет. Все люди вроде спокойные. Да нет, такого прям ажиотажа не вижу. Как обычно. Контролировать цены на социально значимые товары поручил Акимом всех уровней премьер-министр страны. Анастасия Новикова, Джабраил Касымов, Нургельдеса Дуакас, информационная служба телекомпании Отрар. Субтитры создавал DimaTorzok